В области ЖИЦУ усилена система безопасности. Установлено более 200 камер видеонаблюдения, которые работают в режиме 2.4 на 7. А это значит, что теперь нарушения правил дорожного движения будут фиксироваться автоматически, а правонарушители не смогут избежать ответственности. Как отмечают специалисты, благодаря такой модернизации усиливается безопасность на дорогах и в регионе в целом. Какие еще новшества предусмотрены в системе видеонаблюдения? Смотрите в материалах следующего сюжета. В области ЖИЦУ с начала текущего года зафиксировано более 400 ДТП, в которых погибли 76 человек, а свыше 500 получили травмы различной степени тяжести. Несмотря на проведение регулярных профилактических мероприятий, статистика аварий в крае ЖИЦУ остается неизменной, сетуют сотрудники дорожной полиции. В этой связи местные власти усилили меры по предупреждению дорожно-транспортных происшествий. Они планируют установить многофункциональные видеокамеры, которые будут автоматически фиксировать нарушения правил дорожного движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения, а также соблюдения правил дорожного движения на территории области ЖИЦУ устанавливаются интеллектуальные системы общественной дорожной безопасности «СЕРГЕК». Проект предусматривает 216 камер и 34 аппаратно-программных комплексов. Данные комплексы на сегодняшний день устанавливаются 20 комплексов по автодороге Алматы-Войск-Имен, а также в областных значениях автодорог 14 комплексов по областному центру города Талдыкурган. В целях информирования граждан данные камеры будут работать в настоящее время в тестовом режиме, о полном подключении и фиксации административных правонарушений будет сообщено дополнительно. Наряду с этим вводится ряд новых мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения и борьбы с нарушителями. Водители, управляющие транспортными средствами, без государственных номерных знаков будут оштрафованы на сумму, равную 10-месячным расчетным показателям, а автовладельцы, использующие поддельные номерные знаки, будут лишены водительских прав на один год и арестованы на 5 суток. Вместе с тем, видеокамеры будут фиксировать и документировать следующие нарушения. Проезд на красный сигнал светофора, мигание фар без необходимости, выезд на встречную полосу движения, остановка на запрещающем знаке, выброс мусора из транспортного средства. Эти меры призваны повысить ответственность водителей и снизить количество дорожно-транспортных происшествий. Сергей фиксирует такие административные правонарушения, так как превышение установленной скорости, дорожные знаки и разметки, будет осуществляться автоматически. Согласно статистике, основная причина аварии на дорогах – это превышение скоростного режима. За нарушение правил дорожного движения теперь предусмотрено наказание в виде административного штрафа от 10 до 30 МРП. Важно отметить, что в течение первых 7 дней после вынесения постановления гражданин может воспользоваться 50-процентной скидкой на оплату штрафа. По истечении этого срока в течение следующих 30 дней нарушителю придется оплатить полную сумму денежного взыскания. Айгирем Купаева, Нуржан Касабулатов, Надир Хамзин, телерадио компания ЖТСУ, Талдык Орган.